Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, если вы этого до сих пор еще не сделали. Не знаю даже, как преподнести свою идею вам, но я хочу рассказать в сегодняшнем видео про ароматы, возможно, аутсайдеры, возможно, ароматы, к которым не тянется рука, ароматы со скамейки запасных. То есть какой-то такой посыл. Сегодня не будет восторженных отзывов, сегодня не будет дорого-богато. Нет. Сегодня я расскажу, наоборот, про те композиции, которые по каким-то причинам мне не настолько зашли в свое время, но, тем не менее, они занимают почетное место в моей коллекции. Я ни в коем случае не хочу с ними расставаться. Со многими из них у меня уже сложились такие ностальгические, даже романтические отношения. Просто они такие немного со знаком вопроса, с некоторыми какими-то но. Я думаю, то, что по ходу видео мы с вами разберемся. Это ни в коем случае не ароматы на продажу. То есть если мне что-то конкретно не нравится, что-то вообще не идет, я стараюсь от таких ароматов все-таки избавиться, продать, обменять, подарить тому, кому это будет актуально. Эти же нет. Они, как были у меня в коллекции, так и останутся. Некоторые прям уже старички-старички. И когда я начала готовиться к этому видео, начала перенюхивать, я думаю, ой, какой ты у меня уже роднулька такой, и как я тебя сейчас буду ругать. Ну, смысл здесь даже не ругать, а просто, ну, вот по каким-то обстоятельствам они на дальних полках. Поехали! Давайте начнем с того аромата, который, наверное, у меня всех дольше из этой подборки в коллекции. Это вот такой вот, это тестер от бренда Tizana Terensi Lilipur. Он со мной уже, как я уже сказала, очень давно, лет 5 это точно. Я в свое время покупала остаток во флаконе, и пользуюсь я им вот раз в 2-3 года. И последний даже раз не помню, когда я его наносила на себя. Я очень уважаю творчество парфюмерного бренда Tizana Terensi. У меня много ароматов в коллекции. Почему этот не идет, я даже сказать не могу. Я сейчас его нюхаю. Я его не доставала уже, наверное, года 2, если не больше. То есть, вот сейчас для меня это прям какие-то обновленные эмоции. И практически, наверное, все, про что я вам сегодня буду рассказывать, будет примерно в одном ключе. Потом попробуем с вами сделать вывод, что же с этими ароматами не так. Это очень красивая композиция на тему специй, на тему ладана, на тему... Знаете, он нечем пахнет? Это зажженной спичкой, то есть, самой вот этой вот серной головкой. То есть, что-то такое теплое, что-то такое пряно-бодрящее. В пирамиде, по-моему, у нас анис, по-моему, есть полынь. Вот они очень хорошо здесь слышны. Это ни в коем случае не раздражает. Мне не... Я, знаете, приготовила боттер, но он так ярко пахнет, я даже не буду, наверное, его наносить. Ничего не раздражает, ничего не вызывает каких-то негативных эмоций. Но, если честно, я никак не могу найти ему применение и выбрать какой-то день или какой-то повод для того, чтобы его надеть. Мне кажется, он абсолютно осенний, потому что, как я уже сказала, он такой теплый, дымящийся, огненный, да? Ну, представьте вот этот вот эффект зажженной спички, как будто вы только-только чиркнули. И вот запах вот этой вот, возможно, серы, возможно, горящего дерева, возможно, все вместе слышится мне вот в этом аромате. Сейчас его нюхаю. Как уже я начала в начале видео, для меня это абсолютная ностальгия. То есть, он со мной уже настолько давно, что я к нему привыкла, я его периодически достаю, нюхаю. Но носила я его за все эти годы, за все это время очень-очень редко. Сейчас с вами, может быть, по ходу видео даже какие-то открытия для себя сделаю. Возможно, что-то у меня перейдет на первый план. Но на первый план, то есть, подвинется чуть ближе, наверное, все-таки стоит его поносить, поразнашивать. Потому что все равно вкусы меняются, приоритеты меняются. Если раньше я была категорически против ароматов, прямо с ярко выраженными специями, аккордами, сейчас для меня это подайте, подайте, да побольше, да пожгучей, да поострее. Красиво, необычно, вообще выделяется из сель некий Терренси. Нет вот этого какого-то зубодробительного мускуса, амбра-дерева, который свойственен многим ароматам, особенно с фруктовым наполнением. Прям абсолютный унисекс, кстати, если вы мужчина. Если это не снято и продается, прям я вам рекомендую. Так, дальше, наверное, мы так и пойдем с вами по ходу того, как я их приобретала. Это Tom Ford, аромат, который называется Oud Fleur. Мне кажется, сейчас этот аромат уже снят с производства. У меня половина флакона, я в свое время покупала его с рук, увидела по хорошей цене, была в поисках чего-нибудь, да где подешевле, чего-нибудь интересного, да где подешевле. Тоже в начале еще своего увлечения. Скорее всего, это был у меня, наверное, уже второй или третий аромат от Tom Ford. Самый первый это у меня был Noir de Noir, и потом, конечно же, понеслось. Если сравнивать с нынешними ценами, купила я его за даром, в районе, наверное, 4-5 тысяч за целый флакон, за полный флакон, за флакон с коробкой. Но как-то вот он у меня также не в ходу. Oud Fleur – это цветы и уд. Так оно и есть. Здесь, скорее всего, роза в сочетании именно с деревом, с удом. Композиция абсолютно посредственная, как по мне. Такая проходная. Мне, если честно, вот чего-то здесь как будто не хватает. До сих пор я его нюхаю. Тоже здесь ничего нет, отвратительно. Всё чинно-блинно, но роза Уд в таком скучном, как по мне, проявлении уже изжила себя. И, кстати, даже в то время, когда я его приобретала, пусть это будет так же, года 4, наверное, назад, он меня как-то сильно не зацепил на фоне того же Noir de Noir. И, по-моему, Jean-Claude de Nuit я купила, вот этот вот Narciss. Этот же показался скучноватым как тогда, так и, в принципе, сейчас. Красивая композиция на тему роза, уда, специй, чуть с медицинским уклоном. Но это нисколько неотвратительно, как будто уд такой вот резиновый отдает составляющий. В парфюмерном мире сейчас масса ароматов на данную тематику. И вот гнаться за этим, так как он снят, я вообще смысла не вижу. Ну, это, конечно, дело личного каждого. Дело личное каждого. Очень редко его ношу, как-то вот даже и не помню, когда последний раз надевала на себя. Но, тем не менее, расставаться не собираюсь, пусть будет. Так, дальше ещё один представитель. Нет, давайте я вот начну сначала по это. Пройдусь по тяжелечкам. Здесь завальцовка выплывает, выпрыгивает постоянно. Это вот такой вот аромат от бренда Ксержи Фаталь Шарм. Сложно мне про него говорить в видео про аутсайдеры, про скамейку запасных, потому что я очень люблю этот бренд. Все линейки без исключения. Ну, естественно, не каждый аромат, но, по крайней мере, в каждой линейке я нахожу для себя любимчиков этой Косомарати, линейка Саспира и вот эта вот линейка ныне снятая, как она называется, JTC Club. Сейчас, по-моему, эти ароматы также выпускаются, просто их запечатлели в другие флакончики. Что же здесь не так? Мне очень нравится, как Ксержев нам преподносит пудру. Пудра яркая, пудра плотная, пудра ядовитая. Такая же пудра встречается в аромате из этой же линейки Kind of Blue. Такую же пудру я слышу в недавне приобретенной Лятоске. Но почему этот под вопросом и почему он носится редко, потому что здесь пудра настолько вот взвинченная уже просто до ее эпогеи, что на каком-то этапе носки аромата мне пахнет жженой резиной. Мне кажется, это самый отвратительный запах, один из самых отвратительных запахов, который только можно встретить вообще в природе. И когда вот такой эффект достигается в каком-то аромате, я помню жженой резиной, мне пах еще один аромат, ныне тоже снятый. Уже, мне кажется, его найти крайне проблематично. Это аромат от Anigutal Mirror Dent. Там вообще просто вот покрышка горела как вне себя. Здесь же не настолько он этот эффект ярко выражен, но тем не менее я на каком-то этапе носки этого аромата отчетливо слышу вот эту вот горелую резину. Я такое не люблю. Конечно, ну кто такое любит? Естественно, этот запах не из приятных. Но потом, когда вы это переживаете, вы встречаете как раз вот эту вот яркую пудру, фиалковую, ирисовую, не знаю какую, но она настолько сладкая, настолько плотная, что здесь уже трудно сказать, какой компонент отвечает за пудровость. Вот иногда хочется, иногда под настроение я его наношу, нужно перетерпеть какой-то момент и будет вам счастье. Не всегда хочется терпеть, поэтому вот так. Так, если вдруг вы знакомы с этим, и если вдруг вы знакомы с новодельным, дайте мне знать, потому что у меня остаточек-то небольшой, и на скамеечке-то он запасных. Но что-то мне подсказывает, что все-таки расставаться я с ним однозначно не хочу, прям в ноль. И возможно бы я купила себе переформулированную версию, если она чем-то разнится. Да даже если не разнится, даже не знаю. Здесь такой вопрос открытый. Пока буду добивать, здесь мне еще на пару лет хватит, там посмотрим. Так, следующий аромат, который также как-то не пришелся ко двору, кстати, ни мне, ни мужу. Я ему в свое время отдавала поносить, но смотрю, как-то не идет. Это вот такой вот замечательный аромат от бренда Ателье Коломи, Мистраль Пачули. По-моему, может быть даже, что у меня опять творится на голове, может быть он даже уже и снят. Я, к сожалению, не в курсе, я вообще не совсем сильна в этой марке. У меня есть несколько ароматов, но как-то от этого бренда, вот три, по-моему. И как-то вот на этом все. Взор туда как-то не падает, на что еще обратить внимание. Это пачули абсолютно не в свойственном им проявлении. То есть обычно пачули нас отвечают за какую-то такую мрачность, томность, чуть немного готики. Это либо сырая влажная земля а-ля подвал, либо они отдают немного кондитерской и чуть шоколадят. Эти же пачули мне вообще пачулими не пахнут. Это свежепряный, опять же, аромат. У меня это абсолютно летняя композиция, но это именно не акватика, а свежепряность. Опять же, здесь есть анис, опять же, здесь есть какие-то специи, такие вот прям ярко выраженные, возможно, тмин, возможно, кориандр. Однозначно, здесь есть ладан, но не в воскуренном его проявлении, а такой холодный, отрешенный, как я его называю, который держит на расстоянии. Композиция очень необычная. Я вот плюс-минус даже подобного не встречала рядом. Я бы, возможно, даже его назвала больше не про пачули, а про влажный такой тоже меланхоличный ирис без пудровости, а именно такой вот на влажный его мотив. Но как-то мне в нём скучно, как-то мне в нём тревожно, как-то мне в нём неинтересно. И вот, знаете, стоит, стоит, ждёт своего часа. У меня пару раз примелькала идея его куда-то пристроить. Пристроила мужа, он мне опять его отдал. Ну, пока стоит, пока пусть каши не просит. Стоит, возможно, когда-то откроется какая-то у меня чакра, и не зайдёт на меня озарение, я буду им пользоваться. Посмотрим, а мы с вами продолжаем нашу линейку, нашу скамейку, то есть запасных. И я вам хочу показать вот такую вот дымку от Bayreda 11th Hour. У меня есть несколько дымок. У меня есть библиотека, у меня есть бланш. И я хочу сказать, что они очень близки к парфюму. То есть то, что мы слышим в дымке для волос от Bayreda, в принципе, то же самое мы и слышим в аромате. И у меня, кстати, один раз попадался этот аромат в аромабоксе от Rendezvous. Поэтому я с уверенностью могу сказать то, что аромат мне также бы не подошёл. Но не в том плане, что совсем не подошёл. То есть если бы он мне совсем не подошёл, я бы его, как я уже сказала, пристроила. Для меня он, правда, какой-то вот так же несуразный. Он вроде бы про фрукты, он вроде бы про сладость. Но, опять же, есть в нём какая-то странность для меня. Опять же, возможно, какие-то специи. Вы знаете, как сейчас вот смотрю на эту подборку, все они плюс-минус на пряно-специевый мотив. Ну, не все, но вот через один. И что-то в них не так. Я не скажу то, что я прям вот рьяный фанат специевого направления. Но в последнее время меня привлекают ароматы, как я уже сказала, с ядрёным перчёным наполнением. Но вот здесь для меня немного диссонанс. Здесь инжир, слива, цитрусы однозначно есть. И вот какая-то пряность, которая мне не сочетается в данном аромате. Также я здесь наряду с инжирной нотой слышу ту самую инжирную ботву, которая также не всегда даёт приятный эффект. Иногда она прям тоже так под вопросом. Ну, я и с инжирной ботвой тоже имею ароматы, знаю и хорошо к ним отношусь. Вот ничего плохого, но, ну, как бы у каждого аромата есть свой любитель. Я знаю то, что очень много людей прям обожают данную композицию. Мне вот он как-то не... у меня не в ходу. Возможно, не было подходящего настроения, возможно, не было подходящей погоды. Возможно, когда оно и было, это настроение погоды, я просто про него не вспомнила. Поэтому надо будет как-нибудь... ну, не зимой, это точно. Это абсолютно такая летняя история. Расставаться, конечно же, не планирую, но пользовалась, дай бог, вот прям пару раз за пару лет. Так, дальше. Что у нас дальше? Дальше у меня вот такая вот баклань. Это Тар Коллекшн, их такая вот линейка под римскими цифрами. У меня номер два. Это просто мне, знаете, чуть-чуть надоело, если честно. У меня аромат полный клон Киллиан Интоксикейтед. Чудесная кофейная история с кардамоном, с опять же какими-то пряными травами, приправами. Много кофе. Кофе, знаете, такой в приятном выправлении. То есть здесь перемолотые зёрнышки, здесь и чуть кофейной пенки. И всё это присыпано, как я уже сказала, ароматными приправами. У меня в своё время был небольшой отливант Интоксикейтед, и я его носила прям с удовольствием, с запоем. И когда увидела вот этот вот аромат и схожесть. И я 100% подтверждаю этот факт, что они прям практически, не практически, а один в один в одном ключе. Уже от сотки сносила, и потом меня как-то просто отвратило. Мне настолько он надоел, что сейчас я его отставила на скамейку запасных. И хочу немного поскучать, хочу немного сделать перерыв. Потому что я вот сейчас мюхаю, и он у меня абсолютно не вызывает никаких эмоций. Когда аромат не вызывает эмоций, это плохо. То есть он должен нравиться, он должен не нравиться. Но когда вот такой полной равнодушии, я стараюсь убрать подальше, чтобы прийти к нему спустя время и сделать вывод. То ли прошло, то ли возобновятся чувства. И последнее на сегодня. Ну, я много раз вам рассказывала то, что это у меня дело под вопросом. Это вот такой вот аромат от Hermes, сады миссиули. Несмотря на то, что у меня небольшой остаточек, это просто в своё время я делала от Леванта, распивами занималась, я никогда его не любила. Но, кстати, вот тем летом, буквально недавно, была прям очень-очень сильная жара. И в жаркую погоду это вот прям на самом деле такое вот спасение, которое... Он мало того, что свежий, он ещё и значимой кислинкой. То есть вот эта кислинка вообще мне мешает. Я не люблю ярко выраженный кислый аромат. И именно поэтому я не люблю вот эти сады миссиули. Но этим летом, когда было прям на улице 35, и влажно, и душно, и как будто бы перед дождём, перед грозой, то есть дышать было вообще невозможно, этот аромат был для меня мега спасением. Я специально его достала и думаю, может быть, вот в эту погоду. И на самом деле, да, в эту погоду он проявил себя именно так, как должен проявить. Он освежает, охлаждает, кислинка даёт ещё более охлаждающий эффект. И на фоне этого я себе купила Жур Дермес. Тоже в своё время у меня был аромат, я от них избавилась. Я вам оставлю ссылку. Я летом записывала видео как раз вот про всю эту историю с кислятиной. И вот под настроение, когда такая погода всё-таки настает или настанет в будущем, конечно же, я достану этот аромат. Но в любое другое время года я сейчас нюхаю, у меня шоскомина такая, у меня полный рот слюней, как будто вы нюхаете. Не то, что даже нюхаете, а взяли в рот дольку лимона. Он без единой сахаринки. То есть прям вот кисло-кисло. Это, наверное, самый кислоаромат, который я вообще знаю. Такие вот эмоции. В принципе, знаете, у меня всё. Возможно, если порыться в своём парфюмерном гардеробе, я бы откопала ещё что-то на подобную тематику. Но дальше осталось, знаете, что-то уже просто неактуальное, из чего я выросла, что уже кажется каким-то немного наивным. Поэтому это всё либо, не знаю, отдастся-продастся, отдам либо дочке, потому что она как раз сейчас тоже начинает потихоньку интересоваться, начинает пользоваться. То есть это не пропадёт. Ну, это просто то, что уже себя изжило. Сегодня видео было немного с другим посылом. Всё, на сегодня это всё. Дайте мне обратную связь. Если у вас есть такие ароматы, я буду очень рада пообсуждать с вами эту историю. Подписывайтесь на соцсети, везде, где можете меня найти. Там я намного чаще. Я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч.